Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим 5 недорогих блюд для всей семьи. Все блюда вкусные и несложные в приготовлении. Первой приготовим закуску из лаваша с картошкой и грибами. Это блюдо отличная альтернатива жаренным пирожкам. Оно вас выручит, когда не хочется замешивать тесто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Полкилограмма картофеля чистим и нарезаем на небольшие кусочки. Картофель перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, солим и ставим на огонь. Варим после закипания 20 минут. Пока варится картофель, подготовим грибы. 200 г шампиньонов моем и нарезаем небольшими кубиками. Одну большую луковицу тоже режем небольшими кубиками. Нарезанные шампиньоны обжариваем на раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла. Когда из грибов испарится лишняя влага, наливаем в сковороду еще немного подсолнечного масла. И сюда же добавляем лук. Все жарим до золотистого цвета лука. В конце грибы солим. Перчим. Перемешиваем и снимаем с огня. Мелко режем небольшой пучок укропа. Картофель уже сварился. Оставляем полстакана воды, в которой варился картофель, а остальную сливаем. Картофель хорошо разминаем картофеле мелкой. Добавляем полстакана сцеженной воды и опять все хорошо разминаем. В картофельное пюре добавляем жареные грибы с луком и нарезанный укроп. Все перемешиваем. На растеленный лист лаваша выкладываем половину начинки и равномерно ее распределяем ложкой. Сверху кладем второй лист лаваша. На него выкладываем оставшуюся начинку и тоже распределяем ее по лавашу. Лаваш с начинкой сворачиваем в плотный рулет по длинной стороне. Получившийся рулет нарезаем на порционные кусочки шириной примерно 2-2,5 см. Рулетики обжариваем на раскаленной сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжариваем на среднем огне с двух сторон до красивой румяной корочки. Рулетики из лаваша с картошкой и грибами получаются очень вкусными и сытными. Обязательно их приготовьте, тем более готовятся они из самых простых и доступных продуктов. Вторыми приготовим макароны на сковороде. Такое необычное блюдо выручит, когда нужно приготовить что-то быстрое и очень вкусное и сытное. Сначала подготовим овощи. Лук нарезаем небольшими кубиками. Морковь трем на мелкой терке. На раскаленную сковороду кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистого цвета. К луку добавляем тертую морковь. Все пассируем до мягкости морковки. Когда морковь приготовилась, высыпаем в сковороду 250 г сырых макарон. Все солим и хорошо перемешиваем. Сюда же наливаем 400 мл кипятка и накрываем крышкой. Тушим макароны примерно 15 минут на маленьком огне. Приготовленные макароны перчим и перемешиваем. Макароны на сковороде получились необычайно вкусными. Готовятся они быстро и никогда не слипаются. Такое блюдо отлично подходит для приготовления на каждый день. Третьими приготовим луковые котлеты. Это отличный вариант для вкусного, быстрого и бюджетного ужина. Минимум ингредиентов и максимум вкуса. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала мелко нарезаем лук. Я взяла 4 крупных луковицы, каждая весом примерно по 150 г. Рецепт очень простой. Рассчитываем так. На 1 луковицу берем 1 яйцо и 1 столовую ложку муки с небольшой горкой. Нарезанный лук кладем в миску. К нему разбиваем 4 яйца. Солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем 4 столовых ложки муки. Опять все хорошо перемешиваем. Тесто готово. На раскаленную сковороду наливаем подсолнечное масло. Жарим луковые котлеты. 1 котлета это 1 столовая ложка теста. Жарим на небольшом огне с двух сторон до красивой румяной корочки. Котлеты готовы, можно подавать на стол. Луковые котлеты лучше всего подавать горячими и со сметаной. Котлеты из лука получились очень вкусными и ароматными. Это отличная альтернатива котлетам из мяса и рыбы. И готовить их намного быстрее. Четвертыми приготовим очень сытные и вкусные горячие бутерброды с картошкой. Такие бутерброды можно приготовить, когда хочется быстро перекусить. К тому же готовятся они из продуктов, которые всегда есть дома. Сначала приготовим картофельную смесь. Картофель натираем на крупной терке. Лук нарезаем мелкими кубиками. И добавляем к картошке. Сюда же разбиваем яйцо. Солим по вкусу. И перчим. Смесь хорошо перемешиваем. Тонкими ломтиками нарезаем хлеб. Картофельную смесь кладем на кусочек хлеба. Подготовленный бутерброд сразу же выкладываем на раскаленную сковороду картошкой вниз. Заранее класть картофельную смесь на бутерброд не нужно, так как хлеб размокнет. Сковороду накрываем крышкой и жарим на среднем огне до золотистой хрустящей корочки. Жарим приблизительно 2-3 минуты. Готовые бутерброды выкладываем на тарелку и подаем на стол. Бутерброды получаются очень вкусными и отлично подходят к борщу или супу. Обязательно их приготовьте. Также у меня на канале есть и другие простые и очень вкусные блюда на каждый день. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. И пятыми приготовим хрустящие трубочки из лаваша с начинкой. Закуска получается очень вкусной, бюджетной и готовится из минимума продуктов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Три луковицы нарезаем кубиками. Нарезанный лук обжариваем на раскаленной сковороде в небольшом количестве растительного масла. Подзолотившийся лук солим. Добавляем 1 чайную ложку прованских трав и перчим. Все перемешиваем и жарим еще одну минуту. Нарезаем большой пучок петрушки. В миску кладем жареный лук и петрушку. Все перемешиваем. Начинка готова. Этой начинки хватает на 2 больших листа лаваша. Лист лаваша разрезаем на полоски шириной примерно 8 см. Полоски складываем стопкой и режем на квадраты. Чайную ложку начинки кладем на край квадратика и сворачиваем по диагонали трубочкой. Так начиняем все квадратики лаваша. Начиненные трубочки перекладываем в форму для запекания или просто выкладываем на противень. Обязательно кладем так, чтобы кончик лаваша был внизу, придавленный весом трубочки, иначе в духовке они раскроются. В форму с трубочками ставим в разогретую духовку на максимальную температуру. Запекаем до золотистого цвета примерно 5-7 минут. Закуска из лаваша с начинкой получилась очень вкусная и хрустящая. От нее просто невозможно оторваться. Обязательно приготовьте такую закуску под просмотр фильма или просто на перекус. Если вам понравились такие вкусные и бюджетные рецепты, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok